МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Трагическая новость облетела сегодня весь округ. В детском саду сказка произошло убийство несовершеннолетнего. Преступник задержан. Известно, что он находился в состоянии опьянения. В окружном собрании депутатов состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на предстоящие три года. В адрес руководителя окружного профильного департамента поступило более 20 вопросов от парламентариев и жителей региона. В морском торговом порту Нарьенмара продолжается разгрузка судна. В ближайшую неделю прибудут еще два судна из Архангельска и Мурманской области. Светофорное пересечение улиц Ленина и Первомайска отключили на 5 дней. Теперь водители транспортных средств при движении на Т-образном перекрестке будут руководствоваться знаками приоритета. Сегодняшний выпуск мы начинаем с трагической новости. Нарьенмаре в детском саду сказка во время тихого часа мужчина 1983 года рождения нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику на глазах воспитателей и детей. Известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому округу, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело. Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении». Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. По словам заместителя губернатора, курирующего деятельность Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Натальи Сидоровой, сотрудник ЧОПа, с которым у детского сада заключен договор на охрану, дистанционно открыл дверь неизвестному мужчине. Тем самым последний смог проникнуть в здание детского дошкольного учреждения. «Александр Витальевич у нас сейчас находится в Калининграде на госсовете, но она постоянно на связи. И по поручению губернатора вся необходимая помощь семье будет оказана. На сегодняшний день и сейчас у нас работают психологи как с семьей ребенка, так и непосредственно с родителями детей, которые посещают эту группу». Кроме того, по информации профильного департамента, в работу запущена круглосуточная горячая линия по номеру 112. На нее смогут обратиться все, кому нужна психологическая помощь в связи с происшествием. «Дети, которые были свидетелями этого происшествия, на самом деле, поэтому им необходима просто психологическая поддержка и работа с ними с завтрашнего дня. Либо это будет на дому непосредственная помощь оказана. Если родители, в принципе, по их желанию не приведут завтра в детский сад, то, соответственно, пригласить они могут их на дом непосредственно психологов, которые будут общаться с детьми. И, конечно же, эта работа психологическая будет оказана уже непосредственно в самом детском саду». «Да, психологи сегодня дежурили там до конца, пока детей не забрали родителей. Действительно, было круг лиц, которые нуждались в помощи. Поэтому здесь мы с привлеченными специалистами Центра ЛАРа не также дежурили там. Помощь оказана родителям, те, кто получили травму. Ну, не будем говорить, сколько количества, а так иначе все получили травму». Руководитель профильного департамента обращается к работодателям родителей детей, которые находились в злополучной группе, проявить участие. «И хотелось бы обратиться к работодателям, чтобы завтра по возможности, если это потребуется родителям, освободили их от работы, чтобы родители были рядом с детьми. Поэтому мы, в свою очередь, департамент, свои, так сказать, просьбы отправим во все учреждения или предприятия, в которые родители работают». Уже сегодня во всех образовательных учреждениях начались проверки системы обеспечения безопасности сотрудниками Росгвардии. Завтра первым рейсом в окружную столицу прилетит глава региона Александр Цибульский. Как сообщили в аппарате уполномоченных, также ожидается приезд уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. На Рейнмаре состоялись публичные слушания по проекту окружного бюджета на предстоящие три года. Законопроект был подготовлен администрацией региона и внесен в собрание депутатов округа 18 октября. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета принимались заранее в письменной форме. В адрес парламентариев поступило порядка 20 вопросов, в том числе 13 вопросов от жителей округа. Проект окружного бюджета на предстоящие три года представила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. По словам вице-губернатора, основными направлениями и задачами бюджетной политики на 2020 и 2022 годы являются выполнение национальных и региональных проектов, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, в том числе сокращение дефицита и государственного долга окружного бюджета. На 2020 год 2 с лишним миллиарда уже запланировано на нацпроекты. Но самые крупные – это, конечно, дороги, образование, здравоохранение, демография. Но если говорить в целом, то на сегодня запланировано у нас финансирование 29 рекопроектов в рамках 9 национальных проектов. В этом году у нас было 28, поэтому мы уже увеличиваем количество рекопроектов, финансируемых из федерального бюджета. Но всего у нас 47 рекопроектов, которые будут включаться постепенно по годам. Детальный заместитель губернатора рассказала о доходной и расходной частях окружного бюджета. В проекте закона основные параметры окружного бюджета на 2020 год составляют доходы 16 миллиардов 744 миллиона рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета 901 миллион рублей, расходы 19 миллиардов 45 миллионов рублей, дефицит 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 14,5 процентов. Наибольшую долю в доходной части бюджета занимают доходы в виде доли налога на имущество организации 37 процентов. Следующий по величине доля прибыльной продукции от Харягинского месторождения 29 процентов и налог на прибыль организаций 21 процент. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы по разделам образования 27 процентов, национальная экономика 22 процента, социальная политика 18 процентов, жилищно-коммунальное хозяйство 9 процентов и здравоохранение 8 процентов. Таким образом, 57 процентов удельного веса объема расходов окружного бюджета приходится на социальную сферу, 43 процента занимают прочие сектора экономики. В ходе публичных слушаний депутаты окружного собрания задали докладчику ряд вопросов. Часть из них касалась здравоохранения. Речь шла о приобретении МРТ, оказании высокотехнологичной помощи, обновлении медицинского оборудования, увеличении выплаты онкобольным. Также народных избранников интересовал вопрос строительства специализированного жилья на селе и в целом разработка комплексного развития территории. На федеральном уровне есть государственная программа комплексного развития сельских территорий. Когда будет разработана у нас региональная программа, если не разработана, то когда будет разработана, это первое. И основная проблема это, конечно, жилье. Мы говорим о том, что у нас нет жилья специализированного, поэтому не едут специалисты, поэтому у нас приходится, значит, 9, 10, 11 классы ребята приезжают сюда в город и таким образом у нас в последующем не будет развития села. Поэтому мне бы хотелось все-таки понять, когда будет программа, это первое. И второе, какое строительство специализированного социального жилья и вообще жилья будет запланировано в сельских населенных пунктах. Что касается строительства жилья, то я в докладе отметила, что пока предусмотрено у нас в 2021 году 12 квартир в Арминг, Каратайка, а в целом эта работа ведется, что касается программы развития сельских поселений. На сегодняшний момент у нас ее нет, она закончила свое действие в 2015 году, департамент АПК над ней работает. В ходе слушаний были озвучены вопросы, направленные гражданами. Предложения касались предоставления жилья и индексации соцвыплат на ремонт домов и квартир ветеранам боевых действий, а также компенсации расходов на зубопротезирование для этой категории граждан. В числе тем обеспечения новогодними подарками учащихся среднего звена возврат, бесплатного питания в школах и бесплатного дополнительного образования для всех категорий детей. На все озвученные вопросы представители органов исполнительной власти дали разъяснение. Кроме того, по словам вице-спикера окружного собрания депутатов Максима Арбузова, по каждому вопросу будет дан письменный ответ. Добавлю, что работа над проектом бюджета будет продолжена в рамках заседаний постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. В первом чтении законопроект будет рассмотрен седьмого ноября. Ирина Никишина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненинском округе утверждена величина прожиточного минимума на третий квартал текущего года. Она составила на душу населения 19 599 рублей, что на 464 рубля ниже, чем во втором квартале. Для трудоспособного населения этот показатель составил 20 581 рубль, для пенсионеров 16 031 рубль и 20 584 рубля для детей. Как сообщили в профильном департаменте, снижение прожиточного минимума связано со снижением средних цен на ряд продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины. Так, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, цена на гречневую крупу снизилась на 18 рублей за килограмм. На 81 рубль 35 копеек подешевел маргарин, кисломолочные продукты на 31 рубль 59 копеек. В список также вошли творог, мука, масло сливочное и подсолнечное, соль, яблоки, вермишель, морковь, свинина и другие позиции. Напомню, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Нининского округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям. Уже в ноябре станут известны подрядчики работ по обустройству и содержанию зимних дорог Нарьинмар-Усинск и Нарьинмар-Тельвиска. Казенное учреждение Нининского округа «Централизованный стройзаказчик» объявило торги на выполнение работ. Планируется, что контракты по результатам электронных аукционов будут заключены на два года. Протяженность автозимника Нарьинмар-Усинск в этом году сократится на 16 километров. В настоящее время начались конкурсные процедуры по определению подрядчика. Как сообщили в «Централизованном стройзаказчике», итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству и содержанию зимника Нарьинмар-Усинск планируется подвести 27 ноября. Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 225 миллионов рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете. Согласно техническому заданию, общая протяженность трассы автозимника в течение двух предстоящих сезонов будет составлять около 55 километров и сократиться более чем на 16 километров. Как пояснили в казенном учреждении, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Нарьинмар-Усинск. Основные условия для подрядчика не изменились. Устройство зимника должно быть выполнено в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Еще один контракт на строительство и содержание зимней дороги Нарьинмар-Тельвиска также будет заключен на два года. Торги на проведение работ объявлены. Их итоги планируется подвести 6 ноября. В технической части закупки указано, что протяженность зимника в этом сезоне не изменится и составит 5,7 километров. Как и в прошлом году, его проложат по землям, отвезенные под строительство автодороги Нарьинмар-Тельвиска. Это будет временная зимняя дорога с перспективной грузонапряженностью до 50 тысяч тонн в год и расчетной интенсивностью движения до 150 автомобилей в сутки. Обустройство зимника подрядчик должен будет начать с появлением устойчивых отрицательных температур зимнего сезона, а завершить обслуживание 30 апреля следующего года. Морская навигация на территории региона завершится ориентировочно в первой декаде ноября. Сегодня в Нарьинмарском морском торговом порту идет разгрузка судна из Архангельска. Судны доставило в окружную столицу генгруз. Это товары для народного потребления, а также материалы для благоустройства и строительства. В начале ноября ожидается прибытие еще двух судов из Архангельска и Мурманской области, которые доставят щебень, стройматериалы и товары для жизнеобеспечения населения округа. По словам главного инженера Нарьинмарского морского торгового порта Александра Гармаш, по сравнению с прошлым годом в регионе отмечается положительная динамика по грузообороту. На 31 октября 114 тысяч тонн. Из них 83 – это навалочный груз и 28 – генгруз. Ожидаем еще два судна на подходе. Генгруз 2200 ожидаем и навалочного груза порядка 4000. Еще придет два судна. Ждем. Добавлю, в прошлом году было принято 87 тысяч тонн. Закрытие морской навигации запланировано на 10-15 ноября. Светофор на Т-образном перекрестке улиц Ленина и Первомайская сегодня отключили на время. В режиме мигания желтого сигнала он будет работать в течение пяти дней. Об этом в интервью журналистам региональных СМИ рассказала руководитель Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа Валентина Саутина. Напомню, перекресток федеральной дороги был обустроен федеральным подрядчиком Упор-Дор-Прикамье по рекомендации окружной госавтоинспекции и соответствует всем современным нормативам. Тем не менее, с точки зрения окружных автомобилистов движение на этом участке стало затруднено. Поручение совместно со структурами Росавтодора решить проблему, которая волнует жителей региона, губернатор Ненинского округа Александр Цибульский дал в адрес профильного регионального ведомства на заседание окружной администрации 17 октября. Как нам рассказала Валентина Саутина, 24 октября в Супер-Дор-Прикамье была проведена видеоконференц-связь, в ходе которой была достигнута договоренность перевести светофор на 5 дней в режим мигания желтого сигнала. Неделю они должны его в мигающем режиме продержать. И мы должны будем совместно с Упер-Дор-Прикамье сделать какую-то статистику, что лучше стало, не лучше в эти часы пик. Для оценки эффекта от мероприятия в Ненинский округ приедет представитель подрядной организации, чтобы совместно проработать дальнейший план действий. Кроме того, руководитель профильного ведомства сообщила о том, что между округом и Упор-Дор-Прикамье ведутся переговоры о возможной передаче участка дороги от Т-образного перекрестка до аэропорта в собственность Ненинского округа. Также, по словам Валентины Саутиной, подрядчик заверил, что на местах автобусных остановок, демонтированных на федеральной дороге от Нарьинмара до аэропорта, ко 2 ноября появятся новые павильоны. Такова информационная картина этого дня. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok